Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня нас ждет с вами разговор об опере Дидона и Эней Генри Пёрсела. Это одна из жемчужин искусства, оперы, вообще истории музыки. И вот сегодня нам предстоит понять, а почему, собственно, что в ней такого особенного, что такого особенного в этой опере. Почему ее так любят, почему ее ставят, почему в кругу музыкантов вообще имя Генри Пёрсела, как создатель этой оперы, столь почитаемо. На самом деле ведь опера достаточно скромная по сравнению с такими пышными итальянскими операми, которые создавались в то время. Более того, опера, как я уже говорил на прошлой лекции, была написана для школьного спектакля. И я посвятил целую лекцию тому, что мы увидели контекст, в котором работал Генри Пёрсел. Те оперы, даже не оперы, а маски, театральные представления с музыкой, которые вставились тогда, в которых музыке отводилась далеко не первая роль. А литературные источники были весьма сомнительного порядка. Ставился так называемый улучшенный Шекспир, где были просто убраны все сложности, а сюжет был как-то так приглажен и зачастую превращен в нечто вроде такого развеселого капустника. Не приживалась опера в Англии. Показывались французские оперы, были представления и французских опер, и итальянских опер, но вот никак с трудом создавались настоящие оперы в Англии. Правда, учитель Пёрсела Блоу создал замечательную оперу, отрывок из которой мы в прошлый раз слушали. И даже вот некоторым посчастливилось послушать это в Москве в феврале прошлого года. Но, вот тем не менее, так получилось, что гениальнейшая английская опера была поставлена как школьный спектакль. А больше как-то вот не нашлось ей, долгое время не находилось ей в Англии другого места. Но, вот, понимаете, иногда самое прекрасное, самое важное, вообще бывает так, что самые важные события в истории остаются незамеченными. Что такое был 476 год, который сейчас считается годом падения Римской империи? Да просто-напросто там варвар, который завоевал, в очередной раз взял Рим, отправил инсигнии императорской власти в Константинополь и отказался сам считать себя императором. Что, империи-то уже нет, зачем быть императором? Римляне не заметили этой даты. А ведь на самом деле это был конец. Историки потом именно этот 476 год будут считать концом тысячелетней истории Древнего Рима. Зачастую, вот, самое важное в жизни мы не замечаем. Самое прекрасное в жизни остается где-то на периферии. Сейчас, например, вот в наше время, ведь выходят действительно хорошие фильмы. Есть по-настоящему хорошая живопись, вот ее здесь можно увидеть. Есть замечательные поэты, но их никто не знает. Потому что все захвачено людьми, которые к искусству никакого отношения не имеют, но зато умеют манипулировать толпами. Но вот фактически такая же, во многом похожая ситуация была и в Англии времен реставрации королевской власти. Но вот, понимаете, замечательный сонет Шекспира мне всегда приходит в голову, когда я думаю об опере Дидона и Иней. Ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать, не белоснежно плеч открытых кожи. С дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали. То есть иногда красота бывает простой. Хотя как раз таки вот совершенные линии в опере безусловно есть. Мне кажется, что это действительно совершенство, совершенство оперного искусства. Но вся особенность которого, вся уникальность искусства Пёрсела как раз таки в скромности. Но начнем все сначала. В 1689 году один лондонский хореограф Джозай Сприст, модный лондонский хореограф, учитель танцев, обратился к Пёрселу с просьбой написать музыкальную пьесу для пансиона благородных девиц, которым он руководил. Пёрсел уже работал к тому времени для сцены. Впрочем, не очень много, но вот некоторый авторитет в данной области, он уже получил какую-то репутацию. Но вот самостоятельного музыкального спектакля Пёрсел к тому времени еще не создавал. Ему было уже 30 лет. Он был композитором отчасти признанным, но скорее в области ансамблевой, хоровой музыки. У него была карьера при дворе. Но вот когда он написал оперу Дидона и Иней, его интересы художественные изменились. Потому что до написания этой оперы он сотрудничал лишь в семи пьесах, а вот в следующие шесть лет он напишет партитуры аж к 43-м постановкам. То есть, видимо, он написал оперу Дидона и Иней и вошел во вкус. То есть понял, что это его призвание. Хотя он велик, конечно, и в камерно-инструментальной музыке. И все-таки, пожалуй, даже наивысшими достижениями его таланта сейчас, во всяком случае, признаны именно сценические работы Пёрселом. А вот в 17 веке он был известен как автор небольших вокальных и клаверных произведений скорее для домашнего музицирования. Ну и вот в 1689 году, в конце XVII века, пьеса Дидона и Иней была исполнена в камерной обстановке и силами учащихся в пансионе барышень. Их называли young gentleman, а тут gentleman. Ну вот сразу, конечно, аналогии приходят. Да, Бах и его великие страсти по Матфею, которые были исполнены в школе Святого Фомы. Тоже уж как их там исполняли, трудно себе представить. А потом в следующий раз исполнили их только через сто лет, когда вновь обратились к творчеству композитора. Уже романтики захотели слушать Баха, хотели популяризировать Баха. Ну и, собственно, понятно, большинство голосов-то в опере женские, но есть один, который, одна мужская партия есть. Эней, опера Дидона и Эней. Я расскажу о ее сюжете. Но вот одна мужская партия есть, одна единственная. И мы не знаем, кто ее исполнял в этом пансионе благородных девиц. Но дирижировал, скорее всего, сам композитор, сидя за клавиром, как они все и делали. Одновременно играли баса-континю и дирижировали. И, конечно, многое сближает Дидона и Энея, опять-таки, с масками, с теми какими-то не то операми, не то, так сказать, такими спектаклями, состоящими из отдельных номеров. Вроде бы. Но, тем не менее, это уже опера. Потому что танец здесь оттеняется на второй план. И главное, главное, что есть в этой опере, это музыка. Но, тем не менее, это школьный спектакль. Поэтому длится он не многим более часа. Час 15, час 20, самое большее. И никакой особой виртуозности в партиях быть не может. Это вам не итальянская опера, где, понимаете, композитор может писать невероятно сложные партии, которые будут исполнять примы того времени. Здесь это ученицы. Они, так скажем, да, не все хватают звезд на небо. Поэтому виртуозности вокальной в опере нет. Но, тем не менее, опера стала уникальной. Невероятно оригинальной. Самое главное, она обладает законченной музыкальной драматургией. Вот этого во времена Пёрсова, вот этим вообще очень мало кто мог похвастаться умением создавать именно законченную музыкальную драматургию. И в какой-то степени вот этот школьный спектакль, это школьное, написанное для школьного спектакля опера, предвосхитило многие новаторства и, скажем, глюка, опер-глюка и романтических опер. Однако и на профессиональной сцене при жизни автора опера ни разу не исполнялась. Да и жил-то он, в общем-то, совсем недолго. Публичное представление первое состоялось в 1700 году, знаковые даты, в конец XVII века, начало XVIII в одном из театров. А там просто-напросто режиссер и постановщик, который был на грани разорения, Беттертон, он очень стремился привлечь внимание публики. Он ставил Шекспира, комедию «Мера за меру», и он туда просто вставил эту оперу, которая еще была расчленена на такие дивертисменты, такие музыкальные отрывки для оживляжа, чтобы немножечко оживить настроение публики. Ну вот эти дивертисменты назывались «Любовь Дидоны и Энея». Но уже, видимо, был успех, потому что четыре года спустя, опять-таки, в том же театре уже эта опера была поставлена в виде цельного спектакля, но, впрочем, опять-таки, только как бонус к драматической пьесе. Ну и потом был период прочного очень забвения, и в следующий раз «Дидона» прозвучало лишь в 1895 году, то есть почти через 200 лет. Опубликованная партитура при жизни Пёрсова тоже не была. И, на самом деле, наше знакомство с оперой основано лишь на двух неточных копиях, которые относятся к XVIII веку. Кстати, они сохранились. Одна хранится в библиотеке колледжа Светова Михаила в Тенбери, а другая была приобретена одним японцем в XX веке и сейчас хранится в Японии. Но вот лишь в 1889 году, в конце XIX века, когда уже у англичан был большой интерес к их культуре, к их истории, Пёрсовское общество, оно образовалось к тому времени, подготовило уже академически строгую, вот такую, по возможности, полную редакцию этой оперы, и она долгое время бралась за основу при исполнении оперы. Мы не знаем, кстати, почему опера не была издана, но, скорее всего, потому что просто-напросто тогда ещё оперы в Англии не ставились. Она уже своё предназначение выполнила. А потом уже как бы она, как опера, которая длится всего час, считалось, что ну что её ставить, она слишком короткая. То есть ни по каким параметрам не подходит. Знаете, мне один профессор говорил, он философией занимался, учился в Советском институте, и всё вот он как бы пытался понять, что значит фраза Ленина, реальность — это материя, данная нам в ощущениях. Он спрашивал, а кем данные-то? Что значит данные? Один вопрос — кем данные? Он задал своему педагогу по марксизму и ленинизму этот вопрос на первом курсе института, а ему сказали, «А вам это потом объяснят, на следующих курсах вам это объяснят». Ему, естественно, ничего не объяснили. И на пятом курсе, вот уже заканчивая институт, он спросил опять у профессора, «Извините, а вот что значит эта фраза? Кем данные?» А ему сказали, «Как? Вам уже должны были это объяснить на предыдущих курсах». Поэтому вот так и получилось с Дидоной и Энеем. Но в 20 веке опера становится невероятно прославленной, и крупнейшие деятели английского, так называемого музыкального ренессанса, который произошел в 20 веке, например, такие как Бенджамин Бриттон, они очень много говорили, даже говорили о том, что вообще их интерес к английской музыке, к тому, чтобы что-то делать в английской музыке, во многом был сформирован благодаря впечатлениям от этой оперы, уникальной, действительно, именно английской. Мы поговорим о том, что же в ней такого уникального и относящегося именно к английской культуре. Дело в том, что вот этот оригинальный стиль Пёрсова, он, конечно, родился на пересечении разных культур. Это английская музыка, это, конечно, континентальная музыка, как мы будем называть ее. Англия все-таки это остров. Но вот отличается очень сильно Дидона и Иней и от итальянской оперы, и от французской оперы. Но для начала надо немножко сказать просто-напросто о либретто оперы. Сейчас считается, вообще говоря, что во многом это либретто принадлежит самому композитору. Но долгое время считали, что либретто написал либретист Наум Тейт. Он вообще был, Наум Тейт был прославленным поэтом, переработал Короля Лира. Эта обработка, она вплоть до XIX века была очень популярна. Надо сказать, что сюжет Дидона предложил именно Тейт. Но надо сказать, что в любом случае именно литературные достоинства оперы не очень, так скажем, велики. Подходит эта литература для музыкального воплощения. Ну, там самая простейшая поэтическая канва. Естественно, сюжет заимствован из Энаиды Вергилия. Ну, все-таки пару слов о первоисточнике, конечно, о Энаиде. Энаида Вергилия — это самое знаменитое произведение римской литературы, которое было создано Вергилием, который был первым поэтом республике, ну, фактически уже империи Октавиана Августа в первом веке до нашей эры. И вот Энаида посвящена легендарному путешествию Энея. А от Энея римляне вообще вели свое происхождение. От легендарного героя Энея, сына Афродиты, к которому Афродита ему предупредила, что вот Трое скоро будет разрушено. А Эней был троянец. И Эней покидает Трою и отправляется в Италию, в маленький, фактически, городок Лацио. И вот именно от него пойдет весь род римлян. Потому что его сына, сына Энея, зовут Юл. Ну, а Юл это в дальнейшем будет Юлий. Поэтому величайшая династия императоров римских это будут Юлии Клавдии. Да, потому что они ведут свое потому что их потомком был Юл, сын Энея. Ну, так вот, Эней, которому судьбой предназначено основать новое государство, стать как бы отцом вот этого нового народа, величайшего народа римлян. Он даже не хочет из Трои-то уходить. Да, он хочет защищать Трою свой родной город. Но Афродита ему говорит нет, судьба твоя другая. Ты должен покинуть Трою. Потому что иначе не будет основан вот этот основан это величайшее государство. Да, история не не совершится, не исполнится история. И он уходит. Он бежит из разрушенной Трои, ведет за руку своего сына Юла, а за ним там идет поспешает его супруга Криуса. Криуса идет за ним его супруга. И в какой-то момент он останавливается, оборачивается и видит, что Криусы нет. Ее нет. Он бежит, ее ищет, но она пропала. Это вот его первая потеря. Горячо любимая жена исчезла, осталась в Трои, неизвестно, что с ней случилось. И дальше Эней со своим старым отцом Анхизом и со своим сыном Юлом садится на корабль и отплывает. Но до Италии он сразу доплыть не может. Он делает остановки и он делает остановку в Карфагене. Карфаген это могущественное будет государство, с которым Рим будет воевать. Но сейчас пока что оно только начинает свое существование во времена Трои. И вот царица Дидона приплыла в Карфаген со своими приближенными и основала там колонию. А царица Дидона сама несчастна, потому что ее мужа горячо любимого убил его брат. В борьбе за власть убил ее брат. И она дала клятву, что больше она никого не полюбит никогда. И никогда не будет больше с мужчиной. Потому что ее любимый навсегда покинул ее отойдя вот в преисподнюю. Да, отойдя в обитель Аида. Она поклялась больше не любить. Но она увидела Инея. И было его так жалко. Человек, который лишился родины, лишился жены и герой. Она вновь полюбила его. И он ее полюбил. И тут она решила, ну может быть все-таки это шанс. Может быть все-таки может попробовать. Может быть все еще возможно. решившись на отречение от личной жизни, она вновь доверяется Инею. И у них роман, у них великая любовь. Но тут появляется Меркурий, посланец богов, и возвещает Инею, что остаться здесь он не может, что ему надо плыть в Италию, что судьба его, его предназначение это основать Рим, государство. Он не может остаться здесь. И Дедона опустошена, потому что уплыть с Инеем она не может, она не может бросить своих подопечных, она же царица. Она не может уплыть. И получается, что вот доверившись этой новой любви, она опять остается одна, опять ее теряет. И пережить она это не может. Дедона, вот если Эней, которому безумно трудно отказаться от этой любви, но он человек, который понимает свое историческое предназначение, он готов жертвовать ради истории, он готов жертвовать ради включения вот в этот великий смысл, частью которого он является, он готов на это, и он наплывает. Но Дедона на это не готова, она не может, она не может побороть свое личное страдание, и тогда она закалывает себя во дворце на ложе их любви, перед этим устраивая там погребальный костер, как у них было положено. И Эней отплывая видит, как над дворцом дым, он видит воздымающийся дым от погребального костра над дворцом, и понимает, что это горит его любовь, уходит из жизни. Но, тем не менее, он продолжает свое странствие, приплывает в Италию, но там дальше уже я не буду рассказывать, его приключения дальнейшие, те, кто читали Энаиду, это все знают. нас сейчас интересует, и всего этого нет в опере. Я только напомню, что все то, что я рассказывал, это Энаида, Вергилия. Напомню только, что в конце концов Эней еще один раз увидит Дидону, потому что так же, как Одиссею у Гомера, Энею придется спуститься в Аид, в загробный мир, где обитают тени умерших, и он увидит Дидону и спросит ее, Дидона, ты меня простила? И она ничего не ответит ему, она просто отвернется. Там, в загробном мире, ее будет ждать ее погибший муж, к нему-то она и вернется в итоге. Но вот сюжет оперы, это как раз вот эта история любви Дидона и Энея, его отплытие и ее трагическая гибель. Только здесь сестру, если у Вергилия, там Дидона все время разговаривает со своей сестрой, у Вергилии ее зовут Анна, а здесь ее зовут Белинда, с которой она все обсуждает. Именно сестра ее убеждает в том, что надо все-таки вновь отдаться этой новой любви. Так вот, это все в первом действии происходит. Опера открывается сценой томления Дидоны, которая вот так страдает, она одна, она в сложном положении, она недавно сюда приехала, ей нужно обустраивать жизнь, а вот ее сестра Белинда убеждает ее, нет, нет, все у тебя будет еще, будет у тебя любовь, тем более тут вот Эней появился. Во втором действии счастливые влюбленные отправляются на охоту, они воспевают спокойную красоту этих мест, потом вдруг неожиданно возникает буря, и все кроме Энея спешат вернуться в город. А вот Энею является причем не Меркурий в либретто, а злой дух, который принял облик Меркурия, вестника богов, а этот дух был подослан злыми ведьмами, которые ненавидят царицу. Обязательно надо было включить в любой спектакль тогда ведьм, потому что это был такой знак культуры Англии, ни один спектакль не мог обойтись без этих традиционных ведьм, потому что ведьмы были у Шекспира в Макбете. И так они впечатлили всех, что никуда без этого. И вот здесь этот дух подослан ведьмами, он сообщает Энею, что по воле богов он должен немедленно покинуть Дидону, и вот он готовится к отплытию, колеблется, но здесь все изменено, здесь Дидон является главным героем. Если у Вергилия Дидона это как бы все-таки человек, который не смог понять свое предназначение, человек, который ради личного отказался от своего исторической судьбы, а Эней главный герой, который смог это сделать, то у Пёрсла все наоборот. Эней колеблется, а Дидона его убеждает. Он говорит, нет, ты плыви, а я предпочту смерть, чем ты тут будешь со мной, у нас будет личное счастье, а я буду виноват в том, что ты не исполнил свой долг. То есть все перевернуто как раз таки. Дидона становится главным героем фактически этой оперы. На самом деле, конечно, еще очень многое тоже говорит нам о том, что все-таки это школьный спектакль. Эней, во-первых, простачок какой-то, что же его так легко обмануть, понимаете. Как-то это не очень много говорит о его умственных способностях. Кроме того, на самом деле, если у Вергилия Дидона это такая страстная женщина, которая проклинает покинувшего ее возлюбленного, сжигает себя, то здесь она скорее такая рассудочная царица, которая ставит долг выше любви. И, кстати говоря, никакого самосожжения в опере не будет. Она вообще не кончает собой. Это же как-то не по-христиански. Она просто умирает от горя, которое разрывает ей сердце. То есть она поет в конце свою прекрасную знаменитую арию, прощается с жизнью и просто умирает от горя. Вот такие изменения произошли. Потом у Вергилия вообще-то, у Дидона и Инея роман, который длится целую зиму они проводят вместе. А здесь в этом либретто даже непонятно, есть ли у них роман. Фактически нету никаких любовных сцен. Это же школьный спектакль, надо блюсти нравственность. И поэтому есть только намек на взаимную страсть. В монологе Энея звучит How can so hard a fate be took one night enjoyed the next for sook. Кто уготовил мне судьбу такую, одну ночь счастлива покинута в другую. опера должна иметь воспитательный подтекст. Поэтому в какой-то степени смерть Дедоны это наказание за грех, который она легкомысленно совершила, отдавшись страсти. Из этого спектакля юные барышни должны были подчеркнуть, что благовоспитные девушки не надо соглашаться на предложение мужчин, как бы там, что бы они не обещали и так далее. Но надо понимать, что это все такие внешние и сейчас даже и малозаметные вещи. Это я просто говорю, потому что это интересно, понимаете, как притворяются действительно, как что-то создается вроде бы с одной целью, а на самом деле все потом видят совершенно другое. Когда великий кинорежиссер Сергей Эйзенштейн снимал свои картины, в частности «Броненосец Потемкин», то ведь это все снималось как большевистская пропаганда, на это выделялись большие деньги, и главная цель-то, зачем вообще Эйзенштейну все эти деньги давали, все эти возможности, для того, чтобы он снял пропагандистский фильм. Он его вроде бы как и снимал по внешним признакам, но на самом деле Сергей Михайлович естественно волновало совершенно другое, совершенно другие цели, совершенно другие задачи, там Александра Невского тоже вроде бы пропагандистское кино он снимал, а ему было интересно снять фактически фильм так, как будто это житие святого, там есть аналогии с иконописью и так далее, но в конце концов это же мало кто заметит, а по сути ты вроде бы делаешь то, что от тебя ждут, но получается что за государственные деньги ты в общем-то решаешь свои творческие задачи, при этом приспосабливаясь к тем требованиям, которые тебе поставлены, в какой-то степени я думаю, что это свойственно и опере Персова. Но перейдем непосредственно к музыке. Я уже сказал, что это именно английская опера, так в чем же ее отличие от итальянской и французской оперы? Ну естественно итальянская барочная опера это сказка, это чудо. Я уже очень много о ней говорил, о Монте-Верде, о Кавалле, о Вивальде. Но дело в том, что помимо того, что это чудо, там тем не менее были некоторые вещи, от которых потом другие композиторы стали отказываться. Например, в конце концов, довольно механическое чередование арий и оркестрового сопровождения, сухого речитатива. Сюжеты в этих операх, как ни крути, были очень уж однообразными, либретто трафаретными. Ну и самое главное, все больше и больше нарастала вокальная виртуозность, которая привела к тому, что певицы просто-напросто в самых каких-то неподобающих моментах позволяли себе какие-то рулады, которые совершенно не подходили ни по сюжету, ни по драматургии, понимаете, человек умирает, но что ему там, что он будет трелями завывать. Не до этого. Но им до этого не было дела. Им главное было повиртуозничать. В конце концов, к этому пришло. Потому что итальянская опера должна была быть все равно сладостной. При всем трагизме, при всей серьезности все равно главное это вот это, ну что говорить, если вообще итальянская музыка началась с песни, которая называлась «О, Белла, 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 Белла». Это еще средневековье, понимаете. Италия не могла без этого. Вот эта сладостность, удовольствие, которую должна доставлять музыка всегда. Что касается французской оперы, точнее лирической трагедии, то там эта опера отличалась гораздо большим разнообразием, богатством композиции. Там были более интересные либретто, там было очень интересное живописно-декоративное сопровождение, как правило. Она была более стилистически завершена. Но тем не менее эта опера была очень репрезентативной. Она была очень такой, ну что говорить, если французская опера была придворной. Я рассказывал об операх Люли и французская опера пафосная. Несмотря на, опять-таки, там может быть какая угодно глубокая трагедия в Армиде Люли, но пафос вот этот, все должно всегда закончиться героическим апофеозом. Любой, понимаете, трагический финал, все погибли, а потом раз, и такой финальный радостный, апофеоз. Вот не могли без этого. Ну никак. Обязательно должны быть танцевальные дивертисменты. Иногда хотелось спросить, ну извините, у нас тут драматургия, у нас идет спектакль, у нас там что-то по сюжету. Нет, раз на 20 минут танцевальный дивертисмент. Все танцуют. Ну прекрасно это все выглядит в Армиде, но драматургия нарушается. Просто вставили вот такая была опера. Поэтому самые лучшие сейчас постановки французской оперы, они всегда ироничные. Прекрасная постановка Армиды Люли в театре на Елисейских полях великолепная. Так удалась именно потому, что все эти танцы там решены иронически. так вот у Пёрсала ничего этого нет. Нет сладостности итальянской оперы, нет пафосности, репрезентативности вот этой понимаете, как у Люли там обязательно вот эти как бы кадансы, там вот такие как бы поклоны. Вот ничего этого нет. Опера развивается логически, последовательно, целеустремленно к трагической развязке. ничего лишнего, все очищено. Или Бретта тоже. В первом действии, например, просто в оголенном виде показан единственный конфликт оперы между долгим и чувством. Первая сцена всецело отдана героям, вторая это враждебные силы. Ничего лишнего, ни одного нового персонажа не вводится, как это бывало во многих итальянских операх, где, например, много линий, да, идет, там можно запутаться в сюжетах, потому что там несколько линий, вот, и иногда просто начинаешь, если невнимательно смотреть, начинаешь путаться вообще, кто это, что им надо и так далее. Здесь ничего такого нет. Вот такая концентрация развития, такая оголенность сюжетной линии, жесткие ограничения, ничего такого в итальянской и французской операх даже близко не было. опера начинается с овертюры, которую исполняет струнный оркестр. Там двухчастная структура, первая часть идет в медленном темпе, вторая более быстрая фугата, и вот это, кстати, ее родница с французской овертюрой, люли тоже писал такие. Но только тут нет ничего от торжественности, от такой интрадности, от радостности, вот этой пафосности овертюр люли. Здесь экспрессивность, здесь очень хрупкие, красочные гармонии. и сразу мы понимаем, что это музыка скорбная, нежная, лирическая, ничего торжественного. Вот это уникально. И далее все будет проникнуто вот этим минорным лирическим настроением. Давайте послушаем с вами овертюру к опере Дюдона и нежная. Дюдона 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 Центральное место в первой сцене занимает знаменитая ария Дидоны «Ах, Белинда, я изнемогаю от мучений». Где она рассказывает, как и плохо, как она мучается. Надо сказать, что это, наверное, фактически немногим уступает последней знаменитой предсмертной арией героини в финале. Вроде бы похоже на итальянские арии. Вроде бы много приемов из арсенала итальянской ариозности. И тем не менее никакой вот этой закругленной сладостной напевности итальянской здесь нет. Интонации прерывистые, декламационные, они как бы передают вот такое затрудненное дыхание вот этих страдальческих возгласов. Вот вы слышали начало, да, вот этот пунктирный ритм? Я вот с трудом нашел исполнение, вот это лучшее, конечно, исполнение. Будет потрясающе петь чернокожая певица Джесси Норман и английский камерный барочный ансамбль. Вот сколько я не слушал, везде вот нету этой английской какой-то горделивости, да, ведь они англичане, это вот в их крови, да, вот это чувство собственного достоинства, да, вот эта горделивость, это какая-то, ну, которая иногда там в каких-то плохих случаях, да, может перерастать в спесь, да, даже, но как бы без этого трудно себе представить английскую культуру, сколько этого у Шекспира, да, ну, обычно это вот часто исполняется, это как-то мягко, да-да-да-да-да-да, а вот в этом исполнении есть вот эта английская гордость, присущая им, ну, знаете, и вот это, понимаете, вот начало такой оперы, вот это сразу же роднит именно с английской культурой эту музыку, но есть анекдот, там, он не очень смешной, там, глуповатый, на необитаемом острове очутились три человека, двое мужчин и одна женщина, вот, ну, вот, какой они национальности, да, если это французы, например, да, то тогда, допустим, Мари выходит замуж за Жанна, а Пьер становится ее любовником, все трое счастливы, вот, если это русские, то Маша выходит замуж за Ивана, а любит Петра, все трое несчастные, а если это англичане, если это англичане, а они друг с другом не разговаривают, их некому друг другу представить, то есть, вот, как бы, вот эта вот важность, да, вот этого всего, вот эта горделивость, и вот это, вот лучшее из этого здесь есть, в этой музыке чувствуется сразу, так вот, и в этой арии тоже, вот, казалось бы, ну, это, конечно, да, надо обладать вот этим тонким чутьем, чтобы почувствовать, насколько это действительно, казалось бы, вроде бы похожее на итальянскую, а с другой стороны, это совсем другое, здесь нет ничего лишнего, да, ничего красивого, ничего такого, ну, не очень англичане, вот, да, с красотой дружат, вот их искусство, так вот, если посмотреть, оно строгое, оно аристократическое, оно не очень склонно к вот такой изысканной красоте, хотя, оно изысканно, оно изысканно, но это такая безыскусная изысканность, если можно, если позволю себе такой оксюмарон. И вот эти прерывистые, затрудненные интонации и какая-то сдержанность, тем не менее. Даже вот в такой, понимаете, ну что такое? Ах, Белинда, я изнываю от мучений. Здесь итальянские композиторы так бы, понимаете, так бы у него расцвела эта мелодия, понимаете, всякие. А здесь нет. Здесь вот эта строгость, строгость и достоинство. Давайте, пожалуйста, послушаем эту Арию Дидоны. Ах, Белинда, я изнываю от мучений. Арию Диану. Арию Диану. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I am pressed with torment Not to be confessed Peace and joy Peace and joy I am Strangeless 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 Strangуля Till my grave Is known Yet would not Yet would not Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 фактически он насытил английским, ну точнее шотландским, конечно, колоритом эти образы. Сейчас мы услышим с вами, там будет Белинда выступать в роли корифея этого хора. Она будет выражать эти настроения надежды и радости. Как бы полная противоположность Дидоне. У Дидоны, кстати, до минор, тональность ее арии, а вот вся сцена Белинды, она в до мажоре. До минор, до мажор, две сестры. Разные, там будет воля, энергия, надежда в ее арии, в арии Белинды. Кстати говоря, она вообще должна в сопровождении оркестра звучать. Здесь почему-то в сопровождении баса контину все равно, в сопровождении клавесина. Не знаю, почему решили так сделать. Потому что оркестр, конечно, придал бы ей большей мощности. Дальше появляется Эней, и при его появлении звучит хор, тоже очень такой интересный, напоминающий светские хоры позднего ренессанса. И вот этот хор, он будет рифмоваться с тем хором, который будет звучать в самом конце оперы. Только там он будет звучать трагически уже. Вообще интересно, что Либрета Тейта содержала аж 17 балетов в этой опере. Но Пёрсла вот с его гениальным чутьем, с его самоограничением, вот он понял, что не надо. Он оставил только четыре. Каждый как бы в конце крупного раздела там есть балет. Но он как бы не нарушает, не вторгается вот в эту драматургию целого. Давайте с вами послушаем, пожалуйста, сцена с Белиндой. Белиндой. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тейта Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тейта Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тейта Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тейта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы немножко ознакомились с первой картиной оперы. Вторая картина полностью принадлежит злым силам в образе ведьм, вот этих из английских народных сказок, которые угрожают счастью героев. Это абсолютно, конечно, здесь получается, никакого отношения это не имеет к Вергилию и его Эноиде, но что же делать, традиции, но надо сказать, что Персел с большой глубиной как-то трактует всю эту сцену. Другое дело, что мы сейчас, насмотревшись уже фильмов ужасов и так далее, начитавшись уже там готической литературы, но сейчас нам уже как бы эта пещера ведьм Персела покажется несколько, прямо скажем, невпечатляющей, бледноватой, но что говорить, фантастика во времена Персела еще не была, конечно, особенно в музыке так развита, как сейчас. Здесь вот в этом, в отношении вот такой мистики, так скажем, Персел просто шел в ногу со временем, он здесь не обгонял время. И вообще говоря, там есть партия главной колдуньи, и Персел ее посвятил, Персел ее поручил мужскому голосу, но здесь, правда, почему-то здесь изменили, здесь это женская партия. И вот опять-таки такая суровая, тяжелая декламация, на очень непривычно широких мелодических скачках, вся партия на скачках построена, что как бы вносит какой-то дискомфорт сразу. Да еще и фактически очень статичная, там, ритмический фон практически пустой, очень мало сопровождения, что тоже, как вот Персел чувствовал, чувствовал, что нужно, да, что вот здесь надо не прибавить всяких ужасов, да, а скорее убавить. То есть вот когда такой минимализм некоторый, да, он рождает иногда самые страшные какие-то, самые страшные впечатления. Вот что-то зловещее и величественное слышится вот в партии этой главной колдуньи. Есть также и краткие хоровые эпизоды, хоровые эпизоды, когда обрабляют речь колдуньи. Также вот еще такой прием, резкая быстрая стакката вокальная и многократное повторение слова «хо». Ну, или там «ха» по-разному поет там «хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо», а вот как бы имитация такого жуткого хохота потусторонних существ. Ну, не очень страшно, да, сейчас это как бы для нас, но тогда это вот был такой момент. Также будет дуэт двух ведьм, который наоборот будет какой-то обыденный. На самом деле вырос этот дуэт из типичного кетча английского. Очень распространенный был жанр. На самом деле опять-таки вот такой обыденный дуэт, но тоже в этом что-то есть. Достаточно вспомнить потом Достоевского, у которого тоже вся мрачная мистика, черт в братьях Карамазовых будет какой-то весь такой неказистый, такой несчастный, какой-то сам какой-то нечто страшное, чудовищное, а какое-то такое плюгавое, ничтожное. В общем-то, да. Ну вот что-то здесь, может быть, есть от этого. Ну давайте послушаем с вами сцену ведьм. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Торзок Дима 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 Торзок Первый акт. Надо сказать, что если первый и третий акт, всего три акта, первый и третий акт явно совершенно там господствуют в первом и третьем акте Дидона, образ Дидоны, то вот второй, к которому мы сейчас обращаемся, там в центре действия Эней. Ну, вначале герои со своей свитой любуются окрестностями Карфагена, ну, как бы охотятся вроде как. Значит, дальше Белинда практично убеждает всех вернуться в город, потому что вроде как буря надвигается, и все уходят. Остается только Эней. И вот теперь перед Энеем-то как раз и возникает призрак, злой дух в образе Меркурия, который сообщает, что он должен ночью покинуть Карфаген. Вот только что у героя был момент торжества, он там зверя какого-то поймал, понимаете, тем подчеркивается его героическая сущность, хотя что тут героического, охотиться на зверей, так и говорится. Не особенно, но опять-таки типично английское, куда без охоты, да, там Англия, Шотландия. Поэтому вот надо было это ввести обязательно. И вот только что ты был, понимаете, героем, и тут ты, понимаете, в отчаянии, да, где стол был явст, там гроб стоит. И вот специально Пёрсел сталкивает вот такие состояния, да, восторга и отчаяния. И вот звучит монолог, звучит речитатив. Энея удивительный совершенно. Пёрсел гениально чувствовал английскую речь, он ее перекладывает на музыку, но здесь, конечно, надо чувствовать этот язык. Опять-таки ничего похожего на итальянский мелодический речитатив. Остро выразительная гармония этого монолога. Гениальное умение перевести вот английскую речь в мелодический план и сохранить ее естественные ритмы, ее естественные интонации. Вот это, конечно, все предвосхищает будущее. Давайте послушаем сцену. Меркурий и Эней. Меркурий сообщает, ну, вернее, дух, призрак, притворяющийся Меркурием, сообщает Энею горестную новость. Он должен отплыть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 готовят отплыть Инея. Ну, здесь, чтобы отдохнуть от высоких чувств, необходимо как-то отвлечься, необходим некий презаичный, даже циничный образ простолюдина, который противостоит возвышенным образом идеальных героев Дидона и Инея. Ну, там будет такая разнузданная веселость в этой песне «Матросов». Мы не будем слушать с вами, всегда можно послушать. Но потом появляются ведьмы, они готовятся отметить свою победу, их триумф, и вот это предвещает уже финальную трагедию, когда Инея сообщает Дидоне о своем отплытии. И вот грандиозный, трагический финал сцена, посвященная уже Дидоне. Там будет речитатив Дидоны, потом ария Дидоны и постлюдие оркестровые. И вот удивительно, что финал обладает абсолютной целостностью, ответственностью, потому что знаменитая ария Дидоны, которую в прошлый раз я, собственно, с нее начал, разговор о Пёрселе, прекрасная, построенная на таких нисходящих, никнущих интонациях. Вот эти никнущие интонации. И удивительно, фактически больше нет звуков в этой арии, которые выходили бы за рамки вот этих интонаций, за рамки нескольких типизированных оборотов. Вот эти нисходящие секунды, повторные звуки. И при всем при этом достигнут такой сильный драматический эффект. Такая трагедия в этой арии выражена. И вот это умение достигать невероятного выразительного драматического эффекта за счет применения самых простых средств, вот это и делает эту оперу, эту арию и вообще эту оперу гениальной. Там хроматический астинатный бас, очень эскетический, оголенный. И вообще вот в этой арии Персел специально выписывает оркестровое сопровождение. То есть там обычно арии все пелись под баса континью, просто сопровождение клавесина, например, или органа с каким-то низким струнным инструментом. А здесь нет, здесь выписана очень скромная, очень эскетичная оркестровая партия Перселом. И вот это такая тщательность, вот тоже английская, вот эта тщательность, да, здесь ни один ход гармонического голоса не может быть отдан на произвол слушателя, ничего произвольного, все очень строго, тщательность. Но благодаря этому все выпукло, органично, рельефно. Но на самом деле вот речитатив, который до арии звучит, он построен тоже на интонациях вот этих никнущих, просто они замаскированы, они как бы обвиты вспомогательными звуками, такая скрытая полифония получается. Но на самом деле он родственен арии, и более того, он перетекает в арию без какого-то перерыва, речитатив переходит в арию, там нет раздела, и это тоже гениально, да, вот как бы перед нами живое чувство, которое из какой-то, ну вот, оно, вот даже какое-то переживание сильное всегда рождается из чего-то, да, достигает какого-то своего апофеоза и потом умирает, да, острая боль, вот какая-то острая боль. Ван Гог, например, ушел из жизни, когда он застрелился, он еще долго, он какое-то время жил там, двое суток, по-моему, и потом вот перед самой смертью он своему брату сказал, печаль будет длиться вечно, вот такую фразу, печаль будет длиться вечно, и, понимаете, действительно, вот бывает очень острое переживание какое-то, острая боль, ну, например, из-за ухода близкого человека из жизни, да, вот сначала это острая боль, но она все-таки проходит у любого человека, потому что иначе он дальше жить продолжать не сможет, невозможно испытывать острую боль, человек умирает, если он ее постоянно испытывает, да, и она уходит, острая боль, а вот печаль, печаль действительно будет длиться вечно, это другое, это не острая боль, это что-то, это что-то более длительное, не такое интенсивное, но, но вечное, действительно, то, что поселяется в душе, но вот у Дидоны, правда, печаль не будет длиться, то есть она, не знаю, видимо, будет длиться вечно, но не в этой жизни уже, да, потому что она острую боль пережить не может, да, она для нее невыносима, но на самом деле, вот как бы вот эта печаль будет длиться вечно, это выражено в опере постлюдии, постлюдия оркестровая, которая звучит после оперы, после арии Дидона, и, собственно, на ней заканчивается опера, и она тоже звучит неразрывно, вот как бы заканчивается ария, и потом постлюдия, знаете, ну, такая равнодушная природа, которая, как бы вот, на которой все заканчивается, все, чувства, как бы нам были показаны, чувства, перед нами прошли эти события, ну, и вот, как бы, в конце такая уже равнодушная природа. Но мы не сможем, правда, совсем с вами послушать это слитно, вот я попрошу поставить сейчас, значит, поставить сейчас речитатив и ария Дидоны, а потом сразу же, вот как закончится, будет заключительный хор, поэтому сейчас вот послушаем речитатив и арию Дидоны, и сразу без перерыва потом послушаем заключительный хор из оперы. «Ария Дидоны, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот Ария 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 меня. Вот с этими словами в этой арии, где Дона обращается к своей сестре Белинде, погибая от боли. Она хочет, чтобы ее помнили. И потом вот такая действительно простая, скорбная музыка этой постлюди. Хочется здесь добавить дальнейшее молчание или, а дальше, тишина. Эти слова из окончания Гамлета, Шекспира. Шекспира, которым теперь пронизана будет вся английская культура. Но и памяти об этой опере могло бы не быть, если бы спустя 200 лет после полного забвения до нас все-таки не дошли два источника, две неполных копии персовской оперы. Такой удивительной, такой скромной, такой вроде бы простой, в этой своей простоте как раз-таки уникальной, так трогающей и так много говорящей о достоинстве человеческого, чувства, о трагизме, любви. и, как ни странно, о надежде. Надежде, которая остается, несмотря на вот такой трагический финал. спасибо. Благодарю. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. спасибо. Спасибо. Спасибо, эта лекция длинная. Я думаю, всем нужно обдумать. Извините, у меня вот такой вопрос. Да, 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 да. Не совсем по теме, просто существует такое мнение, что использование техники выбрата на скрипке, что это долгое время считалось довольно дурным тоном, так скажем, и что оно стало чаще использоваться, точнее, что ее более частое использование связывает с появлением как бы звукозаписи. Вы не могли бы сказать, как вы относитесь к подобной теории и что вы думаете на этот счет? Вибрато, оно не использовалось в барочной музыке, в принципе, потому что была совсем другая техника, и инструменты были другими. И поэтому действительно долгое время барочная музыка, там, Вивальди, вот, оперы барочные, они исполнялись многими оркестрами, как будто это, ну, написано в 19 веке, то есть как будто нету никаких стилистических различий. Сейчас пришли к тому, что, да, исполняются без вибрато. Но на самом деле как бы звучать может хорошо и с вибрато. Я, например, не уверен, что все надо исполнять вот так, аутентично, обязательно, да. Я не против, это на самом деле очень интересно и здорово и даже правильно, наверное. Но я всегда за, ну, свободу какую-то в этом отношении. Я против установок, что вот можно только так и все. Там, Баха играет только без педали, там, на фортепиано современном, потому что тогда на тех инструментах, на клавесинах, на клавикордах никакой педали не было. Но ведь если бы у Баха был наш современный инструмент, я думаю, что он бы его очень впечатлил. И, возможно, многое бы, много выразительных, каких-то скрытых достоинств его музыки как бы открываются заново благодаря новому, благодаря вот этим инструментам. Вот. Но вы правы, действительно, стилистически, это как бы неверно, да, для барочной музыки. Но если послушать Караяна, там, времена года Вивальди, все равно же замечательный издатель. Несмотря на то, что, да, неправильно, но хорошо. Для того, чтобы в искусстве не обязательно быть правильным или соблюдать исторические какие-то прям все стилистические особенности для того, чтобы это было действительно великое исполнение. Плохо, когда просто откровенное невежество или безразличие. А иногда можно и что-то и нарушить, и это будет все равно интересно и будет открывать какие-то новые смыслы. Спасибо. Хорошо, друзья. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо.